Советская власть Туркестанская Автономная Советская Социалистическая Республика или сокращенно ТАССР В ее состав 30 апреля 1918 года также вошли Семериченская и Сардаринская области Для того, чтобы легче было контролировать происходящие процессы внутри страны стали организовывать революционные комитеты Они организовывали выборы в каждом крае и в принципе отвечали за все внутренние дела Совет Народных Комиссаров Российской Советской Федеративной Социалистической Республики сокращенно СНК РСФСР 10 июля 1919 года объявила в образовании Казахского Революционного Комитета сокращенно Казревком Председателем был Пестковский Печатным органом была газета Ошкан или Искра 26 августа 1920 года был принят декрет об образовании Киргизской, Казахской, Автономной Советской Социалистической Республики Согласно ему, местные советы депутатов Совет Народных Комиссаров и Центральный Исполнительный Комитет были главными органами власти Столицей стал Оренбург и по этой причине Оренбургская губерния в сентябре 1920 года вошла в состав КССР 4-12 октября 1920 года в Оренбурге прошел Учредительный съезд Советов на котором определили территории входившие в состав КССР но про это я расскажу подробнее через несколько минут Председателем ЦИКа стал Миндешев а главой Совета Народных Комиссаров стал Радус Денькович Необходимо было также создать свод правил что-то вроде Конституции С этой целью в тот же период 4-12 октября 1920 года была создана Декларация прав трудящихся Киргизской, Казахской, АССР Теперь остановимся на территории КАССР В ее состав входили Тургальская Уральская Акмолинская Семипалатинская области 4-я и 5-я Адаевские волости Закаспийской области часть Астраханской губернии и Мангошлакский уезд Но на этом еще ничего не закончилось В октябре 1924 года было принято постановление о национально-государственном размежевании Республик Средней Азии Размежевание это разделение Согласно этому постановлению Сырдаринская и Семериченская области которые раньше входили в состав Туркестанской АССР Каракалпакская автономная область вошли в КАССР Вот как примерно выглядела территория Я думаю, ты заметил, что я постоянно говорю Киргизской Казахской АССР Это не просто так Вначале данной территории по ошибке было дано название Киргизской АССР и оно сохранялось до апреля 1925 года Позже, на Пятом Краевом съезде Советов 18 апреля 1925 года приняли постановление о переименовании Киргизской АССР на правильное название Казахская АССР Также в апреле 1925 года столицей автономии стала Ахмечеть переименованная в Казаларду Необходимо также сделать ремарку о том что в формировании Каз АССР а если быть точнее в определении ее границ большую роль сыграла алашская интеллигенция 5 декабря 1936 года была принята новая конституция СССР согласно которой Каз АССР была преобразована в союзную республику то есть стала Казахская Советская Социалистическая Республика В марте 1937 года была принята конституция самого Каз СССР которую разработали в соответствии с союзной конституцией Девушки отдыхают на «СССР» в начале В марте 2037 года «Соверная конституция» в начале